С вами ЮКЁТОГ, ВИДЖЕЕВ. Сразу предупрежу, это не очередной выпуск ТБМ или НОСТАЛЬЖИ. Впрочем, второе выйдет совсем скоро. Просто в рекомендациях Ютуба мне выпал ролик многим, думаю, известного Станислава Соломонова. Дело в том, что Серёга с канала OneGame очень долго доставал меня своей идеей. Это мой хороший друг, я не буду этого скрывать. Сделать своеобразный флешмоб по обложкам, картриджей или дисков, из-за которых мы купили ту или иную игру. И в основном это, конечно, всё было в те самые 90-е наши любимые годы. И я предлагаю вам всем профессионалам, непрофессионалам, ретро-обзорщикам, не ретро-обзорщикам, тем, кто вообще использует канал на Ютубе чисто в целях просмотра видео, присоединиться к этому флешмобу и сделать видосы. Неважно, есть у вас данные обложки в физическом реальном виде, или вы просто их помните, нашли их изображение в интернете, это абсолютно неважно. И качество ролика абсолютно неважно. Главное, идея, позитивный настрой и то, что ролик сделан с душой. А раз мои видео тоже связаны с игровой тематикой, почему бы не поддержать такой вот флешмоб? Однако, сразу предупрежу, что большинство игр, об обложках для которых пойдет речь, будут для первой PlayStation, ибо это моя имха-фаворитка среди консолей. Впрочем, не волнуйтесь, много времени мой трёп у вас не отнимет. Если интересно, оставайтесь. А еще поставьте лайк и подпишитесь на канал, если понравится. Хотя, знаете, я и решил немного потянуть время. Думаю, будет куда интереснее, если я брошу вызов на создание подобного ролика еще кому-нибудь. Итак, этими людьми стали Костя с канала MyShelfTV, Павел Чар с канала Чараплет, и Ионик Андропов с канала WismutDK. А теперь, поехали! Начну, пожалуй, с всеми насальгунами, почитаемой приставки Дэнди, которая у меня появилась в году, это в 2015, без серого слона, зато в дизайне второй Соньки. Это, кстати, скриншот, взятый из одного выпуска Ностальжи, подскажечка, с которым появляется у вас на экране в правом верхнем углу. Те, кто боятся увидеть упорутую китайщину, расслабьтесь. Вот та самая обложка, из-за которой я купил картридж многоигров. Кто-то задаст вопрос, а чем же она хороша? Ведь даже набор игр мало чем отличается от других супер-хиков. Всему виной случай, что произошел со мной, когда мне было лет 5-6, и я убирался с бабушкой на балконе. Процесс разгребания столя, кстати, не был скучным. Тогда еще ваш покорный слуга не был ленивым, да и постоянно находились у старой книги, то забытые игрушки, и послушать поговорить было о чем. Так вот. Среди хламов обнаружилась восьмибитка Ending Man с мотоциклистом и иероглифами на белой пластиковой пляшке. Причем только она, ни джойстиков, ни проводов не было. А спустя несколько минут, и нашлась передняя сторона картриджа с этой самой картинкой. И очень мне захотелось узнать, как же выглядят игры про Маугли и Тома и Джерри. Куда делась восьмибитка, я уже не помню. Скорее всего, отправилась в мусорник. А вот этот картридж я приобрел сразу же, как купил и саму Фи и Хао РП-122 в Венерком. Да-да, именно так называлась восьмибитка. И, кстати, меня не разочаровала даже обучающая игра про Микки Мауса, чего уж говорить про Тинни Тун, Маугли и Томас Джерри. Далее поведу разговор о персональном компьютере, а если точнее, паре игр для него. Выбрал я два варианта. Один упоротый, а другой весьма восхитительный. И начнем с Наркомани. Вот так выглядел первый The Sims, который мне попался в ларьке, торгующим дисками для ПК. Чего, блять? Но так как еще в доме тогда была первая Соника, смысла покупать не было, ибо родители бы не поняли, и сестра как бы тоже. Конченый шо ли? Просто включите фантазию. О чем, по-вашему, может быть игра, если у нее на обложке какой-то качок в трусах? Няня и повар. Разумеется, как только старшей сестре купили пекарню, и я туда еще не загнал вирус, что чуть ли не убил систему, мне разрешали играть час-два максимум. И, естественно, была предпринята попытка разыскать тот самый диск. К сожалению, как обычно бывает, его там не оказалось, но зато на рынке через несколько остановок на обычной раскладке мои глаза заметили знакомое название. Тогда я благодарил свою наблюдательность и поблагодарю сейчас вкупе с памятью, иначе вы бы не увидели обложку, что находилось на том экземпляре. Причем, правда уже с приходом интернета, я узнал, что перевод там был один в один с тем самым диском обложку, которого я показал первый. Один пузырь при наведении на значок унитаза уже смешил до нельзя. Как и описание, впрочем. Вот сами послушайте. Когда Готто Сима идут, Готто Сима идут. И имеется действительно только один способ идти. Получают их к туалету со всей должной скоростью. Знаете, в этом есть доля правды, когда такая Готто припирает в общественном транспорте, действительно хочется, чтобы... со всей должной скоростью. Ну вы поняли. А вот вторая игра, умудрившаяся меня покорить картинкой на фронтальной стороне, была хоть и пиратским релизом, но забегая наперед, укладывала официальную локализацию на Белопатке. Я говорю о Сайбире 2 от великого Бенуа Сакаля. Тогда и я, и моя мама занятно так подсели на игры жанра квеста, посему вторая Сибирь сразу давала понять, это точно представитель жанра, и точно что-то интересное, особенно учитывая мамонтов на обложке. Так почему же я говорю, что этот пиратский вариант лучше официального? Ну, во-первых, я не фанатик лицензии, утверждающей брызжа слюной, что все переводы игр для PlayStation 1 говно! Процентов 95 так точно, как всякие Викторы Карасёвы. Простите, просто крик души. Во-вторых, локализацию от логов все ругают за озвучку персонажей на русском языке, а в этой же версии нас встретят оригинальные голоса и субтитры, которые не запутают абсолютно и переведены вполне нормально. А посему однозначно рекомендую, если у вас в фаворе русские сабы и английская озвучка. Кстати, этот шедевр в этом же переводе есть у меня и до сих пор, да и обложка на нем не уступает оригинальной и не отходит от ее канонов. Даже когда у меня появился ноутбук и я начал перебирать старые диски, именно обложка Сибири 2 бросилась на глаза первой и благодаря этому игра оказалась на жестком диске. Ну и переходим к большому десерту. Целая хапка обложек игр для первой Соньки. Думаю, вы еще не устали, ведь финишная прямая будет длинной, но интересной до нельзя. Для начала предлагаю взглянуть на без сарказма вот эти шедевры от студии русские версии. Чужая кровь, Вирус, оно на свободе, Уходящий во тьму, Спейс Халк, месть кровавых ангелов и Безумие тени. Согласитесь, выглядит недурно, особенно для нелицензионных версий, среди пираток вообще так весьма шикарно. Конечно, нельзя сказать, что играм они соответствуют на все 100%, но как только они попали с меня на одной из барахолок, удержаться от приобретения я не смог. И пусть перевод не идеален, и озвучены они в основном одним человеком, но имеете уважение к самому первому пиратскому локализатору игр для первой PlayStation. Признайтесь, даже если у вас на полках стоит только лицуха, вы бы купили это хотя бы просто для коллекции. Следующий экземпляр, в отличие от вышеперечисленных, еще сохранился в моей коллекции. Это Road Rash Jailbreak. Игра была у меня в детстве, разумеется, с приобретением собственной приставки, я принялся искать ее, дабы вновь погрузиться в ту атмосферу безбашенных байкеров. Правда, в 2001 году в коробочке был только оранжевый диск с оранжевым же футуристичным мотоциклом, без картинок и всего такого прочего. Но когда в 2009 году мне стоило видеть на прилавке вот эту обложку, сразу ясно стало, что свою прелесть я обнаружил. Более того, перевод от студии Лисы здесь просто шикарен. Заливай! Эй, а я тебя знаю. Ты здесь по парку на мотоцикле катался. Ты знаешь, в моем возрасте негоже возиться с такими, как ты. А что это за маленький чувак? Почему ты его так зовешь? Да и как взглянешь на эту картинку, сразу понимаешь, тебя ожидают брудальные мужики на байках, любящие и пива сбухнуть, и бадменж полапать за мягкие места и рожа друг другу понабивать. Знаете? Так оно и есть. Впрочем, долго разлагольствовать об этой игре смысла нет, фанаты и просто владельцы первой соньки не могли не играть в Род Раш Джейл Брейк. Переходим далее. Там у нас экземпляр обложки для детища студии Бандай в оригинале именованного «Р» вопроситель с знаком «Джейдзе Мистери Госпиталь». Небезызвестная студия «РДЖЕР Студио», уж извините за тавтологию, которую большинство геймеров из СНГ знает по переводам серии «Файнал Фэнтези» и другим «Джер ПГ», выпустила русскую версию этого хорда из Японии на наш рынок, назвав довольно незамысловато. «Мистери Госпиталь. Страх смерть». Хотя, согласитесь, оно всё-таки одновременно интригует, как и эта обложка с напуганной азиатской красоткой. Или это демонесса, или вампирша, судя по нечеловеческому цвету белков в глазах. Кроме того, уверен, как человек с диплом рекламиста, надпись на обложке «Плюс полное русское описание прохождения игры на этом диске» здорово так привлекало внимание покупателя. И да, оно действительно имеется. Вот только озвучку оставили на родном японском, а субтитры перевели на русский, но большинство из них состоят из одного слова «реплика». Да-да, не удивляйтесь. Но это уже совсем смешно. Да, смех сквозь слёзы, но тем не менее. Ладно, не будем о грустном. Продолжаем. Ну и последним я представлю не менее интересный экземпляр, а история с ним связанная просто абсурдно до смешного. Но не удержусь и вновь начну издалека. Было это в 2001 году, когда я находился в возрасте 4 лет, и по какому-то из наших украинских телеканалов показывали бультсериал, где находится Кармен Сан-Диего, пусть и довольно непродолжительное время. Тем не менее, он умудрился меня чем-то своеобразным зацепить, и разумеется, хотелось увидеть игру по нему, ибо тогда я был ещё тем задротом. А в одноклассниках моей старшей сестры, по имени Дмитрий, которому я, кстати, передаю привет, был вскоре день рождения, и одним из подарков My Sister для него был диск с игрой, обложку из которой я запомнил, как ту, где на красном фоне была сама Кармен Сан-Диего. Я искал этот самый диск с 2001 по 2016 год. 15 лет прошло, пока тайна не была раскрыта, несмотря на мои сомнения, что смогу отыскать то, что искал. А теперь ломаем интригу. Уверен, что узнав название игры, вы будете пребывать в шоке, как и с той самой обложки, и почувствуете себя на моём месте. Это был диск с проектом Ди, The Vampire Hunter. О, боже. А ведь переводов её было куча, и в магазинах, и на раскладках, и на обменниках всё это время. Но я не остановился, пока не нашёл вот эту аутентичную обложку. Кстати, как думаете, Ди в наряде Кармен, насколько нелепо бы смотрелся? Вот, в общем-то, и всё. Спасибо, что смотрели. Спасибо Станиславу Соломонову за запуск этого флешмоба. Подписывайтесь на канал, смотрите другие мои видео, заходите на стримы когда-нибудь. С вами был Юкио Тогэ, и не забывайте, что в VGF это не лечится.